У Снежни минулого года у Москвы отбылась с устреша делегации Союза Жаншин России и Белорусского Союза Жаншин. А уже у студене 2017-го визит у Курск представниц у Гомельской области. Позля ознайомления с работой структур высветлилась. У регионах шмат проектов, які могут затекавить новых партнёров. Причим сфера взаимных интересов вельми широкая. Подчас находження у России представницы у Гомельщины разом со своими новыми партнёрами поспели принять удел у работе форума «Личбовая простора у сучасной экономицы» и Курского кирмашу. И навод отримали подяку от его организаторов. Мы участвовали в отчётно-выборной конференции, мы участвовали в научно-практической конференции по формированию экономического мышления в Курске. Я в прошлом году была три раза в Курске, и даже на экономическом форуме. И всегда, когда приезжаешь из Курска, заряжаешься новыми идеями, практиками, именно для форм работы. Вы знаете, вот то направление, которое мы сейчас продвигаем, и вы, журналисты, об этом хорошо знаете, именно формирование экономического образа мышления, обучение компьютерной грамотности старшего поколения, поддержки ремесленников, поддержки женского предпринимательства, это мы, в общем-то, взяли именно у наших курских подруг. Сегодня по массовости жанночьи организации Гомельской и Курской областей прикладно однольковые, коля 15 тысяч человек. Коли объеднать намаганье, отримается мощный ресурс. Тем больше, что энергии инициативности жанчинам не займать. Под часу встречи у Гомеля россиянки презентуют новые инициативы. Проект под назвой «Любимый куток» пропонует для наведывания, поколь не вельми популярный у туристов мястины, якими гонорация же харывёсок и невеликих городов. Значная увага – подтрымцы малого предпринимательства, починаючи от профессийной ориентации школьникам. Для старшини Курской областной организации Союза жанчин тема экономичной эдукации тем больше близкая, что опроща громадской работы Яна – ректор Института менеджмента экономики и бизнесу, а так само член Совета при президенте Российской Федерации по супрадзейне коррупции. В развитых экономиках в составе валового внутреннего продукта, ВВП, 50% – это продукция малого и среднего бизнеса. В России около 20%, в Белоруссии – 18%. Есть куда расти. Куда расти? Только через малый и средний бизнес. Только через формирование вот этой культуры предпринимательской. И мы взяли опыт других стран, когда успешная предпринимательница или предприниматель получают ученика, потому что основы бизнеса, в принципе, они одинаковы для всех. Они разнятся только деталями.